Друзья, всем привет! Что же, наконец-то этот видеоролик выходит. Многие просили рассказать мое мнение, ну или же опыт использования новой HyperOS 2 Global и вам дать понимание того, что оно из себя представляет, какие есть моменты и нюансы и стоит ли вообще обновляться. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, мы с вами в сегодняшнем видеоролике рассмотрим три основных компонента. Первый это визуальная составляющая, как она в принципе, ну в плане повседневного использования на мне лично отобразилась. Второй компонент это автономность, производительность, оптимизация, быстродействие. И третий компонент это фишки, которыми наполнена новая HyperOS 2 Global, ну и ради которых в принципе компания Xiaomi затевала такую большую PR-компанию. Что же, первое с чего мы с вами начинаем, это разбираемся по поводу визуальной составляющей. За последнее время на определенную часть смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco начала приходить HyperOS 2 Global и вы задаетесь вопросом, нужно оно или нет. Что же, как только вы обновляетесь на новую HyperOS 2 Global, не стоит ожидать, что прям сразу вы с первого момента, с первого экрана заметите кучу всевозможных изменений. Они как бы то есть, но их нужно поискать. Сразу что вам бросится в глаза, конечно же это обновленные настройки. Опять же, на моем опыте использования этим смартфоном каждый день, ну особо как-то ничего не изменилось. То есть для меня, что были эти настройки там в HyperOS 1, там в MIUI еще, так они в HyperOS 2 Global и остались. Ничего тут такого я лично для себя не заметил. Еще из визуальной составляющей, что также возможно вас заинтересует, это конечно же обновленный визуал вот этих настроек в шторке. Ну как бы то больше, скорее всего, это надо было отнести к фишкам в третьем разделе, но я сейчас уже об этом упомянул. Как бы да, в этом плане разработчики улучшили эту всю историю визуала и ну опять же, на личном моем опыте использования, вот то, что я вам только что продемонстрировал, это очень удобно. То есть вам не нужно теперь переходить в настройки, что-то где-то искать, что-то переключать, все сразу у вас на одном экране находится. Так же самое как и плеер. То есть если раньше в HyperOS 1 у нас плеер был в принципе не кликабельный, сейчас же он у нас вылезает в отдельное окно и выглядит это очень неплохо. Что же касательно других визуальных изменений, то есть иконки у нас остаются по умолчанию, ничего не меняется. Ну и в принципе это сама система, она не претерпела каких-либо кардинальных изменений. Ну возможно за исключением того, что теперь блоки в настройках у нас как-то так более отдельно выглядят. Между ними также есть еще такое пространство, которое между собой их разделяет. Но в принципе то по визуалу это и все. То есть если вы думаете, что визуал как-то сильно поменяется, что для вас это будет что-то новое по сравнению с предыдущими прошивками, увы и ах это не так. То есть на вашем опыте использования это никоим образом не отразится. Теперь переходим к следующему моменту. Я думаю, что многих будет очень интересовать. Это автономность, оптимизация, производительность и быстродействие. Что же давайте первое с чего я начну вот на примере данного смартфона. Это Xiaomi 14, это автономность. Что вообще собой автономность лично для меня являет? Вообще как бы то данное явление, ну или же процесс в смартфоне, это очень сугубо индивидуальная вещь. Что я имею ввиду? Что допустим у меня одни показатели будут автономки, у вас они будут совершенно другими. И то есть я не могу сказать, что допустим батарея лично в моем случае будет там держать до 7 часов экрана или до 8 часов экрана. А при этом общее время автономности будет составлять там условно двое суток. То есть у каждого свои цифры будут и это нормальное. И что я в своем случае получил? Что без полной там настройки именно самой системы, то есть когда мы там заходим, отрубаем ненужные сервисы и тому подобное, я получил следующие показатели. То есть у меня экран живет где-то 5-6 часов, опять же в зависимости от использования. В некоторых моментах было 7 часов, но опять же этого лично по моему мнению мало. Кто-то может сказать, что вот можно там настроить, там еще там более большие цифры получать. Но друзья, могу отметить, что при использовании там хрома на постоянке, инстаграма, там тиктока, ютуба, звонки и прочее, ну как бы то современное устройство не будет очень долго жить. То есть уже пора откидывать те, скажем так, истории. То дежавю, когда там были батареи, знаете, там по 5000 или по 3000 мАч, что там оболочки или операционки были очень легкими. И телефон реально мог прожить одну неделю. Вот как, допустим, у меня было с тем же Redmi 3, Redmi 4X, эх, были тогда такие золотые года. Это что касалось именно полностью стока. Если вас интересует полностью, насколько мне зарядки при таком, как бы, использовании хватало. То есть я утром зарядил это устройство, походил с ним целый день и уже на следующий день мне нужно было аппарат подзаряжать. Ну, в принципе-то, это нормальная история. Плюс у меня тут по сим-картам 4G, соответственно, никакого 5G. И, по-моему, еще даже одна карта в 3G у меня находилась. Как только я, получается, менял настройки, здесь я, кстати, в текущем режиме и прочем ничего не клацал, как только я проводил оптимизацию HyperOS 2, то у меня показатели возрастали. И то есть уже работа экрана составляла примерно 7,5-8 часов. Опять же, это если мы, как я уже сказал, проводим оптимизацию. При полном жестоке показатель экрана будет гораздо меньше. Так вот, все провел, все получил. Значит, 7,5-8 часов у меня автономки. И, в принципе, еще так же возрастает количество процентов, которое у меня оставалось. Если на конец рабочего дня это где-то было, ну, примерно 45-50 процентов, ну, там, плюс-минус, опять же, все варьируется. То при оптимизации HyperOS 2 у меня оставалось, ну, в районе 55-60. Вроде бы незначительно, но для кого-то, может быть, будет очень полезно. Что касается возможностей батареи в HyperOS 2 Global, не могу отметить, что на примере Xiaomi 14 я получил что-то прям вау, и что бы меня заинтересовало. Ведь на других аппаратах, как бы, с этим куда более повеселее. По автономке я рассказал, что, как бы, по сравнению с HyperOS 1, с той же, я не получил какого-то супер прироста. Опять же, это будет связано с многими факторами, и плюс еще фактор того, как вы пользуетесь аппаратом. Теперь переходим к вопросу быстродействия, оптимизация и производительность. Касательно производительности, она на Xiaomi 14 не возрастает, ну, в плане циферок. Касательно Antutu, Geekbench и прочего. То есть, цифры все остаются на таком определенном уровне. Чего не сказать о Poco F6, который я обновил на HyperOS 2 Global. Ну, и там что-то как-то упало сильно по циферкам. Но, опять же, это нужно еще протестировать и посмотреть. То есть, все там игры, все приложухи будут открываться без всяких проблем, и, в принципе, никакого дискомфорта по производительности я не заметил. Более каких-то точных там циферок, каких-то точных графиков показать не могу, потому что, опять же, для этого нужно, ну, объективно два аппарата, чтобы сравнивать, что и как меняется в каждой из оболочек. Что касается дальше оптимизации быстродействия. Эта тема, наверное, заезженная, но могу отметить следующее. Что если вы обновляетесь в HyperOS 2 Global, если вы ставите там актуальную версию системной оболочки, то вы получаете, по моему личному мнению, куда более сбалансированную и рабочую системную оболочку. Вы получаете также еще обновление для сетки рабочего стола. Хоть да, многие жалуются, что очень неудобно сделано в плане того, что либо стандартно, либо плотно. Но вот на примере Xiaomi 14 есть три варианта выбора сетки, и это очень удобно. Да, иногда встречаются определенного рода подвисания. Скрывать этого не буду. И не буду говорить, что все тут очень идеально, и что настолько эта оболочка вылизанная, что ее стоит ставить. Нет. То есть есть вопросы, которые, я думаю, что разработчики решат в скором времени. Ну, или как в скором. Ну, хотя бы в какой-то перспективе. Может быть среднесрочной, может быть какой-нибудь там дальновидной перспективе. Но, опять же, по этому компоненту вопросики все-таки есть. И не стоит думать, что если вам пришла новая Hyper S2 Global на, там, я не знаю, Redmi 14C или на Redmi 13C, он будет работать как Xiaomi 14. Что же, по первым двум пунктам мы с вами разобрались. Теперь, что касается фишек, которые были разрекламированы компанией Xiaomi. Скажу честно, объективно, не всеми ими я пользовался на постоянке. И, опять же, если вы зайдете в настройки, и самый главный раздел, который вам бросится в глаза, это, конечно, будут AI-службы. AI-службы, они, как вы понимаете, связаны у нас с искусственным интеллектом. Эти фишки позволяют вам, ну, скажем так, раскрывать возможности стоковых приложений, которые описаны в этом разделе. Это заметки, галерея, диктофон, AI-субтитры, AI-переводчик и обвести и найти. Или же, как он еще иначе называется, Circle Search. Но из всего перечня этих вот возможностей, которые есть в Hyper S2 Global, мне понравилась лишь только одна. И, как вы думаете, правильно, это Circle Search. То есть, ею можно этой фишкой пользоваться на повседневе, и это я именно и делал. Все же, остальное, что вот есть в системе, по моему личному мнению, является некими такими свистоперделками, и которыми, ну, если ты воспользуешься, то это будет, ну, от силы, там, раз в неделю, может быть, раз в две недели. То есть, это что касается вот этих AI-служб. Еще по фишкам, которые вы можете найти в новой Hyper S2 Global, это обновленная персонализация. Опять же, кому интересны новые стили блокировки, кому интересно как-то улучшить свое устройство, компания Xiaomi дает нам новые стили. Плюс, как я понимаю, что в будущих обновлениях они нам добавят и динамические вот эти живые обои, которые также улучшат ваше устройство и его разнообразие. Если вы любите играть в игры, то, понятное дело, вас будет интересовать приложение безопасность. И да, в этом плане также есть интересные сдвиги. И это тоже фишка, которая, ну, в целом, если вы играете, то, как бы-то, вы с ней будете сталкиваться каждый день. Это гибкая настройка производительности. Вы можете тут, как вам удобно все это дело настроить, ну, и опять же, в принципе, почему бы и нет, и этим можно пользоваться. По всем оставшимся фишкам, которые, в принципе, были вот в этой новой оболочке, я уже, как бы, свое мнение сказал. Ну, и плюс еще напоминаю об этих фишках, как обновленная шторка. То есть, это новые ползунки, но, опять же, это я больше завнес в визуал, потому что, ну, как бы-то оно с визуалом и связано. И новый плеер. Опять же, лично для меня тоже это было очень удобно, потому что никуда далеко в настройке лазить не нужно, и оно у вас все находится на виду. И некий еще такой бонус-плюс в завершение. Многих интересует вопрос по поводу MIUI звонилки, ну, или же HyperOS звонилки, то есть, ну, как бы, всем привычно, наверное, уже MIUI звонилка. Как вы видите, здесь у меня обычная гугловская, но есть сейчас куча методов, с помощью которых можно вернуть эту звонилку. Там, насколько я знаю, есть метод сброса настроек и установки региона Таиланд или Тайвань, что-то такое там я видел. Далее, есть возможность установки с помощью ADB App Control, там, с помощью команд, и есть вариант перехода чисто на индонезийскую прошивку, чтобы там вообще все эти сервисы были. Опять же, по умолчанию тут этого нет, и нужно также это учитывать. Плюс также многие думают, что компания Xiaomi специально убрала ухо в приложении безопасность, потому что им это так захотелось. Но, друзья, хочу сказать следующее, что не компания Xiaomi в этом виновата, а виновата компания Google, потому что она не захотела, чтобы данная опция была, ну, с помощью таких вот, ну, назовем это костылей. Ну, или же с помощью такого функционала, которое есть у компании Xiaomi. Так что, как-то так по этим моментам. Ну, и что же, пора теперь подвести вот такой уже итог по опыту использования новой HyperOS 2 Global. Да, оболочка была сильно разрекламирована, что компанией Xiaomi, да и, в принципе, в комьюнити, ну, и авторами, которые занимаются данной тематикой. Отвечая на первый вопрос, стоит ли сходу вам обновляться, как только приходит обновление, я считаю, что нет. Необходимо погуглить инфу, посмотреть видеоролики, зайти в комьюнити, пообщаться, узнать мнение других людей, что они получили от этого обновления. Если же нет бутлупа, кирпича, еще каких-то критических ошибок, обновиться стоит. Второй же момент, стоит ли ожидать чего-то нового от HyperOS 2 Global, ну, или же в целом от HyperOS 2? Я считаю, что да, потому что в скором времени и до глобального рынка дойдет очень крупное обновление, в котором будет очень множество фишек. И третий момент, насколько эти фишки в повседневе играют свою роль и насколько они удобны, ну, я вам рассказал, что как бы AI-служба это такая себе история поиграться на пару раз, ну, а все остальное, что касается игр, шторки и персонализации, в принципе, можно использовать на повседневе, и под ваш опыт использования это будет то, что нужно. Ну, а если о чем-то забыл упомянуть, если есть какие-то вопросы или же есть что добавить, welcome в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.